Флешмоб на Южном Малу и матч с дельфинами в Сочи отметили 100 дней до Чемпионата мира по футболу. Ремонт лестниц, благоустройство остановок и уборка на склонах. Глава Сочи проинспектировал микрорайон Светлана и зашел в гости к ветерану. Кстати, ко дню победы в квартирах 26 ветеранов сделают ремонт. Такое решение принято на заседании Оргкомитета подготовки к 9 мая. Экипаж Валерии Коваленко выигрывает в Сочи второй год подряд. На курорте завершился финал зимней серии Национальной парусной лиги. В Сочи отметили 100 дней до Чемпионата мира по футболу. На площади Южного Мала прошла праздничная программа, где каждый желающий стал участником многочисленных танцевальных флешмобов, мог попробовать себя в роли голкипера или форварда, а еще проверить свои знания о футболе. Кульминацией праздника стал обратный отчет до старта мундиаля. Расскажет Инга Габешия. Через 100 дней в 11 городах России стартует главный футбольный турнир мирового масштаба. Особое значение этой дате придает и Сочи, ведь уже через несколько месяцев курорт примет 6 матчей турнира. На стадионе Фиш сыграют сборные Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Панамы, Австралии, Перу и Швеции. А это значит, что предстоящим летом город встретит и тысячи российских и иностранных болельщиков. Город к еще одному празднику спорта готов, заявил сегодня глава города Анатолий Пахомов. Мы хотим, чтобы наши гости были удивлены и красотой, и благоустройством, и поэтому наметили для себя практически столько же работы, сколько в преддверии Олимпийских игр. И хочу сказать, что будет очень красиво. И это еще продвинет наш город в мировом туристическом сообществе. Площадь не только эта, но и та площадь, на которой у нас расположены герои кинофильма «Бриллиантовая рука» и тоже фан-зона. И практически мы рассчитываем, что 10 тысяч гостей и жителей города Сочи ежедневно смогут находиться здесь, на фан-зоне. После 25 марта площадь Южного Мола будет закрыта на реконструкцию. Здесь, на основном городском месте притяжения болельщиков, помимо всего прочего, появятся огромные экраны, на которых будут транслироваться матчи FIFA. Главные же сочинские болельщики, юные футболисты, с нетерпением ждут в Сочи именно российскую сборную. Ну а после Мундиали рассчитывают воспользоваться наследием чемпионата мира по футболу. А это четыре футбольных поля, помимо стадиона «Фишт». Надеемся, что сборная России попадет хотя бы в полуфинал. Надеемся, что она приедет в 1-4 на наш стадион «Фишт». Будем их очень ждать. Будем болеть за них. У нас в Сочи есть прекрасные поля. Помимо «Фишта» у нас еще четыре поля. Надеемся мы, ну не надеемся, скорее всего мы будем играть на них после чемпионата мира. Они останутся нам. Мы очень счастливы, что они на самом деле останутся нам. Очень хороший газон и будем счастливы сыграть на них. Думаю, будем играть лучше на этих задионах. Итак, чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Россия и Сочи, в частности, встречают ровно через 100 дней. Обратный отчет стартовал. Три, два, один. Стоит и чемпионат мира. Ура! Ну и футбольная тема продолжилась сегодня в парке «Ривьера», где все буквально дышит темой предстоящего чемпионата. А большой сочинский дельфинарий стал на время главным футбольным полем. Все подробности в нашем сюжете. Дельфины сегодня в роли футболистов. Веселые морские животные показали все элементы игры с мячом. Дельфины вообще любят мячи и любят играть. Соответственно, нам было достаточно просто научить их играть в футбол, такой подводно-надводный футбол. Они с удовольствием все это сделали. На трибунах их активно поддерживали группа болельщиков. Причем не только российские фанаты футбола могли сегодня по-разному болеть. Соревноваться в речевках, носить атрибуты любимой команды. А главное – получать максимальное удовольствие от такого футбольного шоу. Я такого вообще никогда не видел. Для меня это в новинку. У дельфинов все получилось. Невероятные профессиональные трюки. Теперь у специалистов-дрессировщиков в эти полгода тема футбола будет самой актуальной. И такую игру дельфинов-футболистов увидят многие болельщики. Все те, кто приедет летом на чемпионат мира по футболу. Сочинский дельфинарий в «Ривьере» уже стал нашим постоянным партнером с точки зрения проведения таких неординарных мероприятий. Это очень нравится, прежде всего, гостям. Выглядит это очень зрелищно, празднично. Каким и должна быть обстановка, собственно, накануне чемпионата мира по футболу. А в «Ривьере» действительно все напоминает о предстоящем мировом футбольном событии. Фонарей в виде футбольных мячей и украшенной футбольными же мячами «Сочинская пальма». Два черноморских афалина здесь же на поляне играют в футбол. Такую необычную скульптуру установили в день города в торжественной обстановке. Она стала еще одним местом для необычных фотосессий. Просто гуляла и пришла попить воды в бувет. И обнаружила вот такую красоту за спиной и решила сделать фотографии. Вообще я из Москвы, но уже давно люблю Сочи. Вообще бесподобный город. И «Ночная ривьера» каждый вечер напоминает о предстоящем мировом футбольном первенстве, до которого осталось чуть больше трех месяцев. Елена Овсицына, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и к другим событиям. Около миллиарда рублей недосчитались в региональной казне из-за поддельного цемента. Вениамин Кондратьев провел краевое совещание по борьбе с контрафактной продукцией. Фальсификат наносит серьезный урон бюджету. Подделывают не только предметы одежды, но и строительные материалы, и даже фармацевтические препараты. Где в основном промышляют такими товарами и как в крае пресекают оборот контрафактной продукции, расскажут наши краснодарские коллеги. Одежда, обувь, сувениры, парфюмерия и даже лекарства. Под известными брендами на прилавке рынков и небольших магазинов Кубани поступают самые различные контрафактные товары. Такую продукцию не сразу отличишь от настоящей, но в красивых упаковках зачастую не просто грубая поделка. Вещь может быть опасной для жизни. Проблему оборота незаконных товаров Финьямин Кондратьев поднимает на краевом совещании. Фальсификат может не только нанести ущерб здоровью людей, но и уже серьезно бьет по бюджету региона. В казне недосчитываются миллиардов рублей. Это нездоровая экономика с точки зрения конкурентоспособности. Тех легальных производителей, которые на самом деле платят налоги, которые работают в белую и те, которые работают в черную. Где же те равные условия, которые мы должны сегодня обеспечить, в том числе и бизнесу? Они сегодня на нас смотрят с огромной надеждой, что мы сегодня создадим равные условия. В первую очередь для легального бизнеса, конечно, но и просто уберем с рынка любой контрафакт и любой фальсификат. Каждый глава муниципального образования, если он хочет, он знает, где у него и что производится. Под белым флагом или под черным? Здесь вопрос в том, что если мы сегодня обеспечиваем сбыт и фальсификату, и контрафакту, то, конечно, будет предложение. Должны ударить там, где он производится в конечном счете. Или уж если он заводится, заводится массово в край. Вот там нужно поставить жесткий заслон. Контрафактными товарами промышляют в основном в маленьких магазинах и киосках. Но чаще всего нелегальную продукцию можно встретить на нелегальных рынках. У продавцов нет ни разрешения на торговлю, ни документов на сам товар. Именно через несанкционированную торговлю осуществляется основной трафик фальсифицированной продукции, парфюмерной продукции, пиротехнических изделий, одежды, обуви, а также рыбы, рыбной продукции и других товаров. Как показывает практика, организаторами несанкционированной торговли являются в основном перекупщики из других субъектов России. Сегодня злоумышленники подделывают все, на что есть спрос. Например, при проверке выяснилось, что почти половина тарированного цемента в мешках в крае – контрафакт. За год выявили больше 270 тысяч упаковок с лекарственными препаратами. Роспотребнадзор забраковал 3 тонны мясных изделий и 265 килограммов молочки. По-прежнему в топе популярной фальсифицированной продукции – алкоголь. Всего за два месяца специалисты департамента потребсферы обнаружили почти 40 магазинов, где продают нелегальный алкоголь, а это более 180 литров опасного для жизни напитка. В сравнении с прошлым годом цифры значительно меньше. Мы эти все механизмы, формы и методы преступников уже понимаем, знаем и работаем на упреждение. Ведь в основном это все упреждающие меры, когда мы изымаем ту алкогольную продукцию, которая готовится к новогодним праздникам, к курорту и так далее. То есть это работа на упреждение. Чтобы пресечь оборот незаконной продукции, по опыту федерального центра в Краснодарском крае разрабатывают систему маркировки. Так можно проследить весь путь изделия от его производства до продажи. Параллельно в регионе продолжают создавать условия для того, чтобы легальный бизнес стал более конкурентоспособным. Сегодня, на мой взгляд, этих механизмов более чем достаточно. И меры государственной поддержки сегодня есть, и продвижение продукции сегодня стимулируется на счет краевых денег, и фонд развития промышлений создан. Наши задачи создать условия для производства легальной промышленной продукции. Полностью убрать контрафакт с прилавка в крае станет возможным, только если наладить собственное производство, расставил акценты вне Минкондратьев. Местные товары должны отличаться качеством и быть по доступной цене. Контрафакт будет, потому что продукция дешевле, безусловно, допустим, то, которое сегодня предлагается в официальных торговых точках. Это уже правда. Поэтому мы, прежде чем активно начать этим бороться, мы должны тоже сделать так, чтобы сбыт у одних прекратить, а другим дать возможность легально по той же цене продавать. Но для этого мы должны создать этот малый или средний бизнес настолько работающим, чтобы мы не запретили, а вытеснили контрафакт. И вытеснили фальсификат. Поэтому еще раз подчеркиваю, не запретить. Давайте подумаем лучше, как вытеснять эту продукцию. Своей продукцией. Поэтому давайте здесь балансировано подойдем. Вместе с тем, важно не просто пресекать случаи в момент сбыта фальсификата. Необходимо искать точки его производства, потребовал Вениамин Кондратьев. Чтобы зачистить рынок от сомнительной продукции, губернатор края поручил усилить работу на местах. Мария Крошный, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Работа над ошибками в Эмеретинке устраняют недочеты, выявленные главой города Анатолием Пахомовым в результате обхода этой части Сочи. Я напомню, мэр остался недоволен санитарным состоянием и благоустройством эмеретинской низменности. И на устранение всех замечаний дал ровно месяц. Работа уже началась. На улице Старошкольная в совхозе России обновляют крыши сразу двух домов. Дома частные, хозяева пенсионеры и просто не имеют средств на ремонт кровли. После обхода главой города Анатолием Пахомовым улиц совхоза было дано поручение помочь сочинцам привести свои дома и дворы в порядок. Конечно, только тем, кто реально не в силах сделать это сам. Как, например, Мария Степановна. Женщина рассказывает, что крышу ей красят уже во второй раз. Первый был до Олимпиады. Спасибо нашему мэру города. Он помогает. Где-то что-то обратись, а он идет на уступки, идет на это. Особенно нам, пенсионерам. Мы уже пенсии маленькие у нас. Как идет работа, сегодня проверил глава Адлерского района. А Сергей Петров осмотрел не только дом, но и двор, который женщина делит с другими хозяевами. Тоже нам будет покрасить? Ну да. Это наша половиночка. Чтобы вам жить радостно было. Правильно? Ну да. Подобная работа активно велась до Олимпиады. Продолжается и сейчас. С сентября. Только в Адлерском районе власти помогли привести к единому архитектурному облику 194 дома. Покрасили крыши, поменяли или привели в порядок заборы. Выгребаем мусор, убираем все лишнее, чтобы даже с вертолета или с самолета было видно, что это ухоженное домовладение. О том, что там живут нормальные, хорошие адлерцы, которые ухаживают за своим двором. Во время обхода Амеретинки глава Сочи обратил внимание руководства района и на состояние заборов. Их установили к Олимпиаде, но не все до сегодняшнего дня сохранили приличный вид. Сегодня ограждения активно ремонтируют. Выравнивают погнувшиеся секции, где нужно устанавливают новые. Эта работа продолжится по всему району. Работа крайне важная, ведь Амеретинская долина – это зона международного гостеприимства. Кстати, по итогам обхода глава города дал всего месяц на устранение недочетов. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубин. Ну а сегодня глава Сочи проверил благоустройство микрорайона Светлана. Учительскую, Грибоедово, Тургенево, Дмитриево и некоторые другие улицы Светланы и Лысой горы Анатолий Пахомов вошел в сопровождении чиновников городской и районной администрации. Главная цель – оценить выполнение ранее данных поручений по благоустройству этой части города. Работы здесь идут постоянно, в том числе и по улучшению социальной инфраструктуры. Так, буквально на прошлой неделе для жителей Светланы на курортном проспекте заработала новая поликлиника, обустроенная по поручению главы города в рекордно короткие сроки. Теперь не надо выезжать за медицинскими услугами в центр города. Новый филиал поликлиники номер один рассчитан на 80 посещений в смену. Здесь работает ЭКГ, процедурный кабинет, ведут прием узкие специалисты. Что касается санитарного порядка и обустройства общественных территорий, здесь еще есть к чему стремиться. Анатолий Пахомов дал районным властям поручение до 1 мая склоны над дорогами очистить, заборы покрасить, остановки общественного транспорта привести в порядок. Отдельный пункт, требующий особого внимания – ремонт лестничных пролетов между улицами. Дороги здесь узкие, лестничные пролеты выполняют роль тротуаров. Они были построены еще в советские времена и с тех пор не ремонтировались. Глава города распорядился не только привести их в порядок, но и оборудовать уличное освещение. К слову, с сегодняшнего дня обходы районов проходят в новом формате. По поручению Анатолия Пахомова в маршрут включены адреса ветеранов войны, тружеников тыла, заслуженных сочинцев преклонного возраста. Во время обхода Светланы мэр побывал в гостях у Таисии Гусаровой, ветерана труда, которая в годы войны служила санитаркой в полевом госпитале, а после более 25 лет отработала лаборантом-рентгенологом. Таисия Георгиевна сегодня в свои 92 года старается вести активный образ жизни, интересуется новостями и пишет стихи. Анатолий Пахомов поручил администрации района организовать косметический ремонт в квартире, заменить окна, обновить санузел, переложить плитку на кухне и поклеить новые обои. 20 лет не делала здесь ремонта, 20 лет. В домах, в квартирах, я понимаю, я понимаю, но у меня не было возможности. У нас возможности нет, поэтому мы и приняли решение. В Дню Победы обязательно, чтобы все наши участники Великой Честной войны жили в лучших условиях, в лучших, в лучших. Глава города пообещал, что обязательно снова зайдет к Таисии Георгиевне, уже во время следующего обхода, когда ремонт в ее квартире будет завершен. До 9 мая остается чуть больше двух месяцев администрации города подготовленный и утвержден комплексный план памятных мероприятий, которые пройдут в Сочи. А сегодня состоялось очередное заседание Оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Департаментом оформления и дизайна городской среды разработана концепция праздничного украшения улиц, площадей и скверов. Но главным, считает глава города, остается сам ветеран. Непосредственных участников Великой Отечественной войны в Сочи 348 человек. Инвалидов войны 105, жителей блокадного Ленинграда 84, вдов участников Великой Отечественной 851 человек, тружеников тыла 2080, а также 132 человека – это бывшие узники фашистских концлагерей. Завершена работа по закреплению школьников и студентов за ветеранами. Молодежь будет общаться с пожилыми людьми и помогать им в течение года. Для почти 300 ветеранов подготовлены путевки на санаторно-курортное лечение в Сочи. Но, к сожалению, по медицинским показаниям не все могут ими воспользоваться. Те, которые не могут по каким-то своим медицинским показателям принимать участие, это может быть им предложить другое, например, Красную Поляну, просто пожить там. Например, тот же самый Восьмую больницу, где, повторяю еще раз, пожить просто в других условиях. Может быть и не только. Те же самые отели Красной Поляны, где просто воздухом подышать и походить там. Ну, я имею в виду просто без лечения. Отдохнуть. Определены и ветеранские квартиры, где необходимо провести ремонт. Этот вопрос находится на особом контроле у губернатора Краснодарского края. Общей сложности работы нужно провести в 26 квартирах. 5 в Хостинском районе, по 4 в Центральном и Адлерском и 13 в Лазаревском. К слову, в 7 квартирах из этого списка ремонт уже завершается. Без паспорта безопасности никакого бизнеса. В высокий сезон, согласно постановлению правительства, все объекты размещения – гостиницы, мини-гостиницы, гостевые дома, отели – должны иметь паспорт безопасности в рамках антитеррористической защищенности объектов. Об этом предпринимателям напомнил начальник управления курортов администрации города Сергей Домарат. Паспорт безопасности нужно обновлять ежегодно. Для его получения необходимо обратиться с заявлением в антитеррористическую комиссию города, а затем выполнить необходимые требования. Это обязательная система видеонаблюдения. Более 30 суток должна быть глубина записи. Второе – это обязательно наличие кнопки тревожной сигнализации для вызова сотрудников Нацгвардии либо сотрудников полиции. Следующее обязательное условие – это наличие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. Далее – система охранного освещения, система пожарной безопасности. Если проверка обнаружит отсутствие паспорта безопасности, то владельцу гостиницы грозит ответственность за невыполнение требований антитеррористической комиссии, а это штраф до миллиона рублей. За три месяца до летнего сезона необходимо уже начать работу, отметили в мэрии. Туристы бронируют места заранее, и чтобы не разочаровать своих постояльцев, хозяевам следует загодя пройти классификацию и проверку на предмет безопасности. Праздник самых нежных и красивых. В Краснодаре в преддверии Международного женского дня поздравили прекрасных дам. Со всей Кубани их пригласили в музыкальный театр. На входе лучшей половине человечества выручали весенние букеты тюльпанов, а в качестве главного подарка – торжественный концерт. Со сцены всех женщин Краснодарского края поздравил губернатор Вениамин Кондратьев, ведь именно слабый пол делает мужчин сильными. Это праздник наших мам, потом наших девушек, потом наших жен. Я прекрасно помню, как в детстве пытался найти что-то такое, чтобы подарить маме на 8 марта, и этот праздник и мой подарок она помнила хотя бы неделю. И, наверное, в этом есть принцип жизни. Любить в течение всей своей жизни тех, кто дал тебе жизнь, и жизнь вокруг тебя создает и поддерживает. А это вы, дорогие наши женщины. Мы не можем просто подвести вас, вот вашу заботу, тепло и то, что всегда вы нам даете. Очаг. Очаг, который всегда полон, который тепл, и мы знаем, что у этого очага нас всегда ждут. У нас на Кубани самые красивые женщины. У нас на Кубани самые заботливые мамы. У нас самые надежные и любящие жены. У нас на Кубани женщины растят будущее и нашего Краснодарского края, и будущее всей нашей страны. Хочу пожелать вам, в первую очередь, в ваш женский день, вот этой неиссякаемой энергии, чтобы она вас никогда не покидала. Потому что, если уже вы опустите руки, то, поверьте, нам очень и очень, мужчинам, не просто придется. С праздником! С днем! Мир народный днем, но... Концертными номерами зрители поздравили лучшие творческие коллективы Кубани. А главной звездой стала группа «Ласковый май» с их главным хитом про белые розы. Ну, сочинских женщин тоже продолжают поздравлять с наступающим праздником. Сегодня самых активных честовали в Лазаревском районе курорта. На праздничное мероприятие пригласили актив района. Это и женщины, которые занимают руководящие должности в администрации Лазаревки, работают на крупных предприятиях. На праздничное собрание пригласили и общественников, которые также вносят большой вклад в развитие курорта. Пожалуй, я не могу назвать ни одной области и отрасли, где не были заняты бы наши женщины. Но, что не менее важно, это, наверное, то, что они еще и очень активное участие принимают в любых важнейших социально значимых событиях, делах, мероприятиях. От администрации города и городского собрания Сочи самые активные и целеустремленные сочинки получили грамоты, благодарственные письма и, конечно, цветы в честь предстоящего 8 марта. Сочи Экипаж Валерии Коваленко выигрывает зимнюю серию в Сочи уже второй год подряд. На курорте завершился финал зимней серии Национальной парусной лиги. На старт вышло 13 экипажей, представляющих различные регионы нашей страны. Основным условием допуска в финал стало участие команды не менее чем в трех этапах зимней серии. Всего в рамках проекта состоялось шесть отборочных регат. Новый год ознаменовался ростом числа команд во всех этапах зимней серии. В финале приняли участие рекордные 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Туапсе и Таганрога. Победу одержал экипаж Валерий Коваленко «Артюб» «Рус-1». Вторыми финальную регату завершили их смены «Навигатор Сейлинг Тим» во главе с Игорем Рытовым. Первый день экипажу, правда, не удался, но это не помешало спортсменам отлично отгонять два оставшихся дня. На третьем месте коллектив «Фаербол», на руле которого в финале был Юрий Морозов. Буквально через две с половиной недели Сочи снова станет столицей парусного спорта России. В центре города акваторию разукрасят паруса Национальной парусной лиги. С 23 по 25 марта на старт выйдут участники высшего дивизиона, а с 30 марта по 1 апреля – премьер дивизиона. В Сочи при поддержке ДСААФ прошло первенство Краснодарского края по армейскому рукопашному бою. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 13 городов и районов Кубани. Турнир ежегодно проводится с 1989 года. Посвящен он памяти трагически погибшей на первых военно-полевых сборах в горах Сочи Виктории Лосевой, члена военно-патриотического клуба «Отечество». Основатель турнира Анатолий Меньших – член Президиума Федерации армейского рукопашного боя России. Город Сочи был представлен бойцами военно-патриотического клуба «Десантник», военно-спортивного клуба «Ястреб», а также клубов «Гренадер», «Гвардия» и «Молот». В нелегкой борьбе представители Сочи завоевали две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды. При этом организаторы отметили довольно высокий уровень борьбы спортсменов президентского кадетского училища из Краснодара. Теперь победители представят край на всероссийском турнире в Краснознаменске, а также в этапе Кубка Вооруженных сил Российской Федерации. Вход для женщин на первые домашние матчи хоккейного клуба «Сочи» будет свободным. 6 и 7 марта представительницы прекрасного пола смогут пройти на матчи в розыгрыше Кубка Гагарина по пригласительным билетам. Получить их можно в кассовом зале Дворца спорта «Большой». Для этого необходимо заполнить анкету и выбрать любое из доступных мест. Кстати, их количество ограничено. Получить пригласительные в качестве подарка для любимых смогут и мужчины. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.